Московский зоопарк. Январь 2018 года. Замёрзший пруд, на котором собрались утки, гуси, лебеди и всё прочее, кажется, со всей Москвы. А их здесь довольно много. На разных прудах летом живёт, наверное, несколько сотен таких птиц. И в зоопарке их кормят. Холода они не боятся. Они отрицательно относятся только к отсутствию еды, которую зимой не могут найти под снегом. И здесь еда есть. Вот фламинго обитает в тепле. Фламинго – птицы африканские, те, которые белые, или южноамериканские, те, которые красные. Эти удивительные птицы фильтруют из ил рачков и мелкую живность, набирая её в клюв. Потом подталкивают воду, а остальное всё самое вкусное съедают. Эти удивительные птицы обладают такой гибкой, длинной шеей, что она используется как хобот слона, как конечность. Птица не может даже встать с гнезда без помощи своей сильной и длинной шеи. И при этом эти птицы, на удивление, хорошо летают. Ещё одно эволюционное приспособление – нижняя, внутренняя часть крыльев, у них чёрная. Поэтому, когда стая взлетает, возникает хаотичное движение белых и чёрных пятен в разные стороны. И считается, что это сбивает хищника, он не может, как следует, прицелиться. Орёл-могильник. Если лев – это царь зверей, то орёл – это, безусловно, царь птиц. По индейской легенде, за спасение своих детей орёл дал человеку огонь. Манул или Паласов-код. Названный так в честь французского натуралиста Паласа, который в 1770-х годах открыл этот вид. Он довольно распространён. Он обитает у нас в Забайкале, он обитает в Тибете, он обитает практически во всей Средней Азии. Но численность его небольшая. Это самая неповоротливая из кошачьих, хотя и имеет, пожалуй, самый густой тоже среди всех кошачьих мюх. Но это неудивительно, потому что его образ жизни – это спрятаться. Он охотится из-за сады. В случае опасности он прячется и старается не двигаться. А в любой ситуации из-за этого, конечно, частенько страдает. Основной особенностью этого животного считается его полная непереручаемость. То есть обычно животные, даже тигры и львы, которые с детства живут вместе с человеком, в конце концов привыкают к нему и относятся как к своему. А вот манул – нет. Для него человек враг, всегда враг, и никаких исключений из этого правила не предусмотрено. Нет у него тех инстинктов, которые есть практически у всех остальных кошачьих. Латинское название «таколобус манул» означает «манул с рваными ушами». Он получил такое название за своеобразную форму ушей. Еще одна его биологическая особенность – это круглые зрачки глаз. Вот в отличие от кошек, у которых… Они вертикальные, как вы видите, вот у этой рыси. Это европейская рысь. В одном из средневековых «Бестиариев» в сборнике рассказов о животных читаем, что рысь получила свое название, поскольку представляет собой разновидность волка. Животное распознает по пятнышкам на спине, сходным с теми, что у леопарда. Однако внешне рысь гораздо больше напоминает волка. Говорят, моча рысь из-за твердивая превращается в драгоценный камень ликури, камень демона. Об этом известно и самим животным, о чем свидетельствует факт, когда они испускают жидкость, стараются как можно глубже закопать ее в песок, поскольку подобным образом из-за некого собственного внешнего устройства опасаясь, что люди используют их испражнение в качестве украшения. Пленя утверждает, что у рыси рождается один детеныш. Но на самом деле рысь – это кошачья. Вот это перед нами красная рысь, американская. Достаточно распространена в Северной Америке. А вот это – дальневосточный леопард. Давайте опять откроем пестиарий. Прочитаем там следующее. Леопард является зверем страшным, прожолевым и ловким, готовым всегда пролить чью-то кровь. Леопарды живут вдоль рек, где много деревьев и кустов растет, или на подобных местах. Страшно вину любят, могут купить его огромное количество, и обычно ловить их надо, когда они находятся в состоянии опьянения. Сейчас обжорством занимаются, объевшись, залягут спать, и спят до тех пор, пока все не переварится. В Линии пишет свои естественные истории, что леопард рождается от соития барса и льва, и сам по себе не размножается, как мул или гиена. По другим средневековым источникам леопард считался воплощением дьявола, и пятна на его шкуре означали грехи. Также в средневековых источниках это животное называли пантерой. Сейчас к пантерам относят льва, тигра, леопарда и ягуара, четыре самые большие и тяжелые кошки. Значит, ну это не всегда так называлось. Вот сейчас так же леопардом называют барсов. В средневековой терминологии это тоже совсем не так. А это ирбис или снежный барс. Его к пантерам иногда относят, иногда не относят. Вот сейчас, даже в 21 веке, уже по генетическим исследованиям, мнения очень сильно разделились. Название снежный барс считается неправильным, потому что барсами в наше время называют леопардов, а ирбис – это не леопард. Он ирбис и всё. Значит, обитает он достаточно высоко в горах, в северной Индии, в северном Китае и так далее, через всю эту горную систему до самого Забайкалия. Точнее, обитал, потому что сейчас его положение в природе катастрофическое. Маловероятно, что удастся сохранить этот вид, потому что генетический материал, скорее всего, уже безнадёжно потерян. Их слишком мало для того, чтобы полноценно воспроизводиться. Но, впрочем, поглядим и посмотрим, что будет. Обитает ирбис в горах, на высоте, начиная от полутора километров и дальше до четырёх. Его основная добыча – это крупные капотные. Он может справиться с капотным даже в три раза более тяжёлым, чем он сам. Способ охоты ирбиса напоминает такой же у наших домашних кошек. Он или подкрадывается к лотобойчу, или бросается на неё из-за укрытия. Вообще, сходство с нашими мелкими кошками проявляется ещё и в том, что он единственный из крупных кошек, который не умеет рычать, но зато умеет мурлыкать. У него есть мурлыкательная перепонка, и он может мурлыкать и на вдохе, и на выдохе, так же, как наша домашняя кошка. Обратите внимание, что ест он, например, тоже в позе мелких кошек. Вот добычу разрывает, как кошка крупная. Это пума, или горный лев, или кагуар. Он живёт в Америке, и в северной, и в центральной, и даже южной до самой огненной земли. Продетское название пума конкалор означает «одноцветная». Эта кошка не имеет пятен или полос на своей шкуре, так же, как и другой представитель семейства пумовых – егуаранди, на который мы посмотрим чуть-чуть позже. Охотничьи пристрастия пумы совершенно разнообразны, от мышей до больших оленей, а типа коребу. Нападает она даже на медведей, на барибалов, и говорят, что на гризли. Это удивительно, но тем не менее, хищник этот чрезвычайно эффективный. Пума прекрасный прыгун, что видно из-за её хвоста, который служит эридинамическим рулём. Она может прыгать из дерева или из засады, она может развивать, правда, на небольшое время, до 50 км в час. На людей пума нападает редко, однако же зафиксированы случаи нападения на быстро движущихся людей небольшого роста. В этом случае, по всей видимости, инстинкт нападения у животного всё-таки срабатывает. Вообще, охотничьи инстинкты у пумы очень сильны, она добывает больше пищи, чем может съесть, поскольку это очень успешный хищник. Поэтому за ней постоянно следуют падальщики, да и не только падальщики. Деицы, например, для медведей тоже иногда ходят за пумами, подбирают остатки от её добычи. Естественных врагов у пумы нет, промыслового значения она также не имеет. Но, тем не менее, популяция находится под некоторой угрозой из-за изменения условий жизни, из-за изменения окружающих. Апцебык, представитель плейстоценовой фауны, очень древний, современник, мамонта, шерстистого носорога, некогда во время Великого Олегнения, населявшего всю северную часть планеты. Но сейчас он уцелел только в Северной Америке, где-то на островах Канадского архипелага и в самой-самой северной части Гренландии. Однако, к своему удивлению, слово «бонакон» или «опцебык» я нашёл в одном из средневековых бестиариев. Там написано иметь голову быка, остальное честь тела похожа на кобыль. Рога закругляются вокруг, извиваются множественное количество раз, а если что-либо ударится, а никто не повредится. Рога не могут защитить чудовище спереди, но ему их вполне достаточно для обороны желудка, и, случись убегать, он испускает газы вместе с содержимым огромного кишечника, так что покрывает всё на расстоянии в три акра. Если они упадут на дерево, оно воспламенится. Так он отгоняет своих преследователей ядовитыми испражнениями. Кому из азиатских животных относятся эти слова, сказать очень трудно. Вероятнее всё к кому-то из настоящих быков, скорее всего, к гауру, который обитает в Индии. Возможно, слово «опцебык» использовано здесь вообще неприменительно к тому, что мы называем этим сейчас. Тем более, что этот «опцебык» вообще не относится к настоящим быкам, он и к быкам не относится. Он именно относится к козьим. И его ближайший родственник, с которым мы сегодня встретимся, это сычуанский токим. Это животное, привыкшее к холодам. Это животное с одной из самых тёплых шерстей в мире. Белохвостовому гну, хотя он сугубо африканец, точнее южноафриканец, он живёт в очень небольшом ареале на самом юге африканского континента. Так вот, ему наша холода тоже не помеха, была бы пища. Это удивительно, поскольку там, в Южной Африке, сильных морозов не бывает. Это белохвостый гну, самый редкий вид африканских антилоп. Не путайте его с голубым гну, который есть практически в любом зоопарке, и которые выглядят немножко не так, и которые распространены в Центральной Африке. Это совершенно другие животные. Такой вот своеобразной формы рогов. Если леопард по средневековым воззрениям это гибрид барса и льва, то гепард это гибрид кота и барса. Считается, что оба этих слов восходят к греческому «падрос», что означает «самец пантеры». Гибрид забегун, заточенный на скорость. У него длинный аэродинамический хвост. У него очень легкая тела и длинные ноги. Он стремительно набирает скорость. На второй секунде он развивает 75 км в час, на третьей секунде 110 км в час, а максимум разгоняется до 130 км. Его способ охоты – это загон, потому что живет он в таких местах, где спрятаться просто негде. Он подходит к своей предполагаемой жертве метров на 10, не скрываясь, и потом коротким рывком пытается ее догнать. Если ему это не удается, ему нужно отдыхать, а потом искать новую жертву. В любом случае, следующий такой забег он не сможет повторить раньше, чем через полчаса. Но, однако же, примерно на процентах в 50 случаях ему это удается. Это самый слабый из крупных африканских кошек, поэтому очень многие крупные хищники, такие как лев или леопард, вполне могут отобрать у него добычу, и он ничего не может с этим сделать. Он не может даже догнать обидчика, потому что после того, как он пробежался один раз, долго бегать он, конечно, не может. Максимальное расстояние, которое он может пробежать в таком рывке, опять же, не превышает 400 метров. Когда-то гепарды обитали в Южной Азии, их доводили даже до Руси, называли охотничьими леопардами. Мотосвинка или капибара живет в Южной Америке. Это самый крупный грызун на планете. Собственно, большая жирная морская свинка. Животные исключительно теплолюбивые, поэтому, конечно, сейчас, когда лежит снег, они на улицу не на горь. Южноамериканская викуния – это дикий предок альпаки, поставщика самой ценной в мире шерсти. Значит, они живут тоже в Южной Америке, но они живут в горах, где тоже бывает холодно, как и у нас зимой, поэтому под снегом они чувствуют себя прекрасно, и была бы еда. Ну, еда здесь есть, как вы видите, после Нового года выкинули много елок, и животные блаженствуют. Елками здесь одарены буквально все. Еды обезьян и травоядные. Так, вот входит лама, а с правой стороны мы видим гуанака. Гуанака – это дикий предок ламы. Так, вот лама. Так же, как викуния – это предок альпаки, так же гуанака – это предок ламы. Лама имеет огромное значение для Южной Америки, это самое крупное животное там. Не было там ничего подобного нашим лошадям или быкам, собственно говоря, считается, что поэтому цивилизация не смогла так развиться. Но они имеют в основном мясное и тягловое значение, но не шерстяное. Шерсть проставляют альпаки. Все эти четыре вида относятся к мозоленогим. Это парнокопытные, но это очень своеобразные парнокопытные. У остальных копытных копыта – это размитие ногтя на концах пальцев. А вот у мозоленогих появилась такая мозолистая подушка на фалангах согнутых пальцев. Вот на этих согнутых пальцах они ходят. Больше такого нет нигде. Это возникло в Центральной Америке примерно миллионов сорок лет назад. И постепенно верблюды распространились оттуда, через Сибирь и заняли весь старый свет. А это альпаки шерстяные. Вот они сейчас остриженные, потому что это домашние животные, их слишком необходимо. Они вот так вот выглядят. Когда они обрастут шерстью, и, надеюсь, мы это увидим, они похожи на таких шариками шерстяные, потому что шерсть у них очень длинная и густая, и очень тёплая. А вот альпака вблизи. Это одна из двух основных домашних животных Южноамериканского континента. Ну, из коплых, по крайней мере. Хотя, конечно, полноценными домашними животными их назвать трудно, потому что они да, они не нападают на людей, но, тем не менее, с людьми их ничего не связывают. Они точно так же могут жить и на воле. Они просто не агрессивны, они просто живут в своих хлебах. А в соседнем домике пречется от холодов совершенно удивительное животное. Это равнинный топир. Тоже южноамериканский. Это ночное животное, днём оно спит, вот как вы видите, что, собственно, и делает. Это очень-очень старая самка, она лилип подремать. Хотя, если вы следите за нашими выпусками, то прошлой весной мы заставили её даже бегающей по полю, когда её первый раз выпустили на волю. Значит, они живут по всей центральной части Южной Америки, кроме южных холодных областей. Тапиры относятся к непарнокопытным, как лошади и носороги. Собственно, вот только три направления непарнокопытных, которые сейчас известны. А вот снежные козы живут в Северной Америке, высоко в горах. Они имеют такой несколько мультяшный вид, тем не менее, это вполне полороги, вполне обыкновенные козы. Значит, их там довольно много. Собственно, они находятся в обитаях в настолько нелюдимых местах, что могут не опасаться даже браконьеров, вывозить оттуда их мясо себе дороже. А шерсть их промышленного значения не имеется. В общем, вот живут они сами по себе и живут. И, похоже, прекрасно себя чувствуют. Да, вот как ни странно, опцы, быки, токины, горные козлы, мархура относятся к козьим в одинаковой степени, когда они очень сильно отличаются внешне. А ну, мы рассматриваем это как одно из путчет эволюции. Еще не так давно считалось, что существует семейство пандов, в которое входят большая панда и малая панда. Но, однако, уже вот лет 20 назад большую панду стали относить медвежьи. А малую панду, соответственно, перекрестили в красную панду, поскольку у него какая же она малая, если нет большой. Но, тем не менее, малой панду ее периодически называют. В английском она звучит, как Firefox, огненная леса. Китайцы зовут его словом «я» на основании издаваемых животным звуком или «хо-хо». А в Непале называют его «пуня», на основе чего и произошло современное европейское название панда. Самое интересное, что малая панда – это хищник, находящийся в параллельном таксоне с медвежьими или куньями или псообразными. И, тем не менее, питание сугубо растительное. 95% юрациона – это бамбук, а остальные – всякие плоды, ягоды, грибы. Вот, как ни странно, такая эволюция – это хищник, который перестроился на растительную диету. Надо отдать должное, что усваивает эту еду достаточно плохо, потому что у нее простой желудок не многокамерный, как у жвачных, у нее короткий кишечник, а растительная и длинноволокновая пища просто не успевает в нем перевариться. Поэтому усваивается такая пища хорошо, если натрите. То есть в день взрослое животное должно съедать или полтора килограмма листьев, или до четырех килограммов бамбука. Усвоить из этого она может совсем немного. на воле животное должно питаться не меньше тринадцати до пятнадцати часов каждый день. Тем не менее, когда-то был период, когда пандовы заполняли с собой практически весь мир, запостранившись от Великобритании, по всей Евразии, и даже забрались в Северную Арминку. Но потом они постепенно сдали позиции более эволюционно продвинутым существам. Надо сказать, что из-за очень низкой плотности населения и относительно небольшого ареала современного вида, а животные, конечно, находятся под угрозой, потому что леса вырубаются, и им просто трудно встретить партнера. Яглорунки. Один из видов рода пумы. Мы уже говорили об этом, что у пумы есть еще один представитель этого рода. Вот он перед вами. Он не очень похож на домашнюю кошку, хотя издали может показаться, что похож. Но вытянутое тело. У него совершенно другая форма головы. Иглорунки живет по всей Южной Америке, по всей Центральной Америке, захватывая часть Северной, но небольшую, не выходя за пределы Мексики. Питается мелкими млекопитающими, апостолами, рыбой и прочим. Но, в принципе, может словить и броненосца, к примеру. Сил у нее хватит. Капский Долгонук обитает в южной части Африки, вот в Кении южнее. Значит, похож на гигантского тушканчика, килограмм до 4 весом. В спокойном состоянии передвигается на четырех ногах, но может делать громадные прыжки, говорят, до 6 метров. Как кенгуров прыгает мощно с задними ногами. Питается в основном сочными растениями, иноземными и подземными. Это квол или сумчатая куница. Это, понятно, австралиец. Естественно, его нельзя отнести к куньям Старого Света. Однако, его относят к хищным сумчатым, к отряду и к семейству. А вот это кинкажу. Кинкажу – это енотовая, обитающая в Южной Америке. Небольшое животное, не больше килограмма веса, очень энергичное, как и все енотовые. Вообще, енотовые когда-то обитали в Втором Свете, они просто были вытеснены куниями, и мемеровыми, которые эволюционно для Старого Света оказались сильнее. Но вот кинкажу в Новом Свете сохранилось. Питаются эти животные ящерицами, всякими звуками, фруктами и всем высокопитательным, что можно найти на деревьях, где они живут. Особого вреда плантациям они не наносят. Однако у животного есть одна опасная черта – она иногда служит переносчиком болезней. В частности, бактериальная инфекция кингелопотус, заражение которой происходит при укусе. Поэтому это животное может быть опасным. Это может быть опасным. Парк или земляной заяц. Крупный грызун до 300 граммов весом, обитающий в Европе, в Средней Азии, Казахстане и дальше по Сибири, в Южной. Характерной особенностью животного являются огромные прыжки до 3 метров. Живёт он в норах и относится к всеядным грызунам. Диего – южноамериканский растительноядный грызун, живущий на территории Боливии, Чили, Аргентины. Живут он в норах и создают целые сети туннелей. Шаровидный броненосец. Животное – это ночное, поэтому у него в вольере, конечно, слабенькое освещение. Южноамериканский броненосец, который, единственный броненосец, умеет мертвоожно сворачиваться в шар, подставляя противнику, который может захотеть им закусить, непроницаемый панцирь. Живёт в Бразилии, Парагвай и Северной Аргентине. Питается муравьями, тирамитами, ящерицами, фруктами. Всеядное и многоядное существо. А это грызун, относящийся к семейству мышиных и обитающий по всей Северной Аплике, начиная от Марокко и кончая Египтом. Животное, как понятно из съемки, сугубо ночное. Всеядное, то есть питается и насекомыми, и растительностью, и вообще всем, что может найти. Живёт в норах. И всё время что-нибудь копает. Судя по тому, что он сейчас пытается прокопать стекло своего вольера, особым умом и сообразительностью это животное не отличается. Названо так, потому что не только живёт в пустыне, но и запасает жир в своём хвосте. Сумчатый летяга названо так, потому что напоминает летяг Старого Света. Однако это существо живёт в Австралии и в Новой Гминеи. Понятно, поскольку он с учатой, то с млекопитающими Старого Света он никакого отношения к ним не имеет. И летяг, и кускусов иногда называют сумми-поссумами. Это ночные существа, днём они проходят, проводят в дуплах или в пустых гнёздах птиц. Они всеядно, то есть питаются насекомыми, растительной пищей, в том числе и соком эвкалитов. Ради этого они прорезают своими резцами их кору. А вот это уже летяги Старого Света. Это небольшой грызунок семейства бельничих, но отличие его в том, что между передними и задними лапками проходит, кажется, складка, на которую это животное может планировать достаточно далеко. Живут летяги в Европе в Средней полосе России и по всей Сибири до самой Камчатки. Это низкие крыла. Вообще, к летучим мышам отношение в Средние века было двойственно. Именно двойственно, потому что у них двойная природа между землей и небом, между птицами и зверями, с зверями. Есть предание Изопа о войне между мышами и птицами. Летучие мыши переходили с одной стороны в другой, в зависимости от того, какая из сторон побеждала. В конце концов, так и остались полумышами, полуптицами. Низкие крыла обитают практически по всей Африке. От Египта до самого ЮАР. Это растительноядные животные, которые очень любят сочные гягоды, такие как инжир. В их поиске могут полетать 40-50 километров за одну ночь. Иногда мыши являются переносчиками достаточно опасных болезней, типа Марбургского вируса или Эбола. Замка рождает, как правило, одного детеныша в год, живет около 20 лет. Низкие крыла это единственное из крыла, в которых способен к их локации, то есть определению видению с помощью звука. В Средневеке считалось, что тело бобра очень ценно для медицины, в особенности его гениталий. Поэтому в бестиариях было написано, что если бобер видит, что его нагоняет охотник, он отрывает свои гениталии и кидает ему, чтобы хоть его оставили в покое. А если гениталии уже нет, то он просто поднимает хвост и показывает, что охотиться больше не на что. в зоопарке живет европейский бобра. Он отличается от канадского. Во-первых, он немножко мельче, а во-вторых, он не строит плотин, которые строят канадские бобры. Может быть, это менее удобно бобрам, но зато гораздо удобнее людям, потому что плотины перегораживают реки. А это енотовидная собака. Зимой ей было положено спать, но поскольку зима очень теплая, то, несмотря на то, что он был с ней опыт, она не спит. Еду ей здесь дают таких пакетиков, которые нужно еще разорвать и до еды добраться. Ну, для того, чтобы просто у собаки был какой-то стимул что-то делать. Вот она и пытается изо всех сил. Енотовидная собака только внешне похожа на енота, правда, очень похожа. Но это конвериентная эволюция, то есть эволюция по тому же пути, по которому уже прошло другое существо. Никакого отношения к енотам, тем более американским енотам, енотовидная собака не имеет. Эта собака и есть собака. У меня лапы собачьи, а не енотовые, которые практически с пальцами, очень чувствительные, очень подвижные. Здесь обычная собачья лапа. А это заяц-русак. Он еле виден на снегу. Понятно, он побелел зимой. Негово на бестиарии читаем, что заяц это очень быстрое животное, которое способно менять свой пол. Зимой заяц едят снег и становятся белыми. Ну что, что же мнение? Не совсем понятно, откуда в нашей мифологии взялось такое представление трусливости заяца. Да, он, конечно, старается убежать, потому что его сила в том, чтобы быстро двигаться, у него мощнейшие задние ноги, но он не трусливее других. Эму, австралийская птица, родственная казуар. После этого вольера чаще всего слышится слово страус. Эму не страус, сразу говорю. Эму скорее казуар. Такой большой, мощный казуар весом килограмм 55 или 60. Обезьяна внешне похожа на человека, но внутри отличается из всех животных больше всего. Обезьяны живут чаще всего в варварских странах, особенно в Магритане. Там их можно увидеть многочисленными страдами, как и присутствуют трабоны и поседонии. Все общины земли между Египтом и Либийским королевством полно удивительных обезьян. Если кого-нибудь укусит обезьяна, хорошо приложить крайне растертую высушенную кружу диски. Помогает также желчь мала, если вовремя приложить крайне. Обезьяны любят шалить с детьми и собаками, но верить нельзя, потому что они часто пушат маленьких детей или сбрасывают их с высоты и убивают. Из всех животных обезьяна самая любопытная, она хочет во всем подражать, но делает всегда все наоборот. Метания утверждает, что обезьяна может научиться играть в шахматы. Обезьяна ловит следующим образом. Поскольку обезьяна является животным, которое во всем хочет подражать человеку, ее можно легко поймать. Охотник, который хочет поймать обезьяну, садится под дерево, на котором сидит обезьяна, наполняет кубок водой и умывает лицо. Потом снова кубок наполняет, но на этот раз клеем. Обезьяна подойдет и захочет, как и охотник, тоже помыть глаза. При этом так как залепит, что перестанет видеть, после чего ее легко поймать. Врачам и фельдшерам может послужить сердце обезьяны. Высушенный и растертый в порошок лечит сердечные болезни, помогает также при начинающейся часовке. Если положить спящему человеку сердце обезьяны под голову, ему будет слиться кошмары. Китайцы делают из обезьян крови прекрасную конечную краску. Перед нами японский макак, представитель макак из мартышковых. Обезьяны делятся на широконосых или обезьян старого света. Последние отличаются тем, что ножки направлены вперед и вниз. Человекообразные обезьяны тоже относятся к узконосым. Перед нами минохвостый макак или вандейру. Он живет в юго-западной Идеи, в штатах Канатака, Керала, Томил, Нанру. Живут в основном на деревьях, но часто спускаются на землю, где перемещаются на четырех лапах. Это редкий вид, он зависет в Красную книгу. Как и все макаки, вандеру всеядно. Они питаются и фруктами, и насекомыми, и вообще, чем попадется. Максимальный вес взрослого самца достигает 10 кг. Живут в неволе до 35 лет. На воле обычно лучше. Живут обезьяны группами порядка 20 особей со сложной внутренней социальной организацией. Мартышка Диана живет в Кудевуаре, Гвинеи, Бесау. Они немного мельчины на хвостах макаков, несколько меньше живут, до 20 лет. Восточный Коломос или Гвереца живет Центральной и Восточной Африки. В Камеруне, Патриальной Гвинеи, Нигерии, Филопии, Кемии, Чадии и так далее. Она тоже относится к мартышкам и к мартышкам к колопусам. Ведут в основном древесный образ жизни, но часто спускаются на земле. В соседней барьере обитают мандрилы. Мандрилы это тоже мартышковые обезьяны, только они относятся, точнее, не так давно мандрилов, дрилов, гамадрилов и бабуинов относили к павианам. Да, в общем-то, это, наверное, смело можно сделать и сейчас, потому что разница между этим видом и мума. Но как-то принято сейчас их разделять на самостоятельные роды. Это уже гораздо более крупные обезьяны до 50 килограмм веса. Сейчас мы видим играющий молодняк. А, к сожалению, в московском зоопарке очень сильно отблизкивают стекла. В некоторых случаях мне не удавалось отстроиться от этих бликов, особенно при схемке обезьян. Но я надеюсь, что мне это простится. А мандрил жители влажных экваториальных лесов Камеруна, Габона, Конго Бравитлантического побережья. Часто обитают в скальных районах. Мандрилы довольно крупные обезьяны. Вес может достигать 50 килограмм крупного самца. Живут они вне более до 30 лет. На более, конечно, меньше. Держатся мандрилы средними и крупными стаями десятки или сотни особей. во главе такой стаи стоит крупный вожак. Как и все мартышковые мандрилы всеядные, но вот именно у них растительная пища составляет не меньше 95% всего того, что они едят. Мандрила одни из самых ярко окрашенных обезьян. А оно, к сожалению, сейчас в обезьяннике зимой темно и, конечно, разобрать, какого они цвета очень трудно. Будем надеяться, что летом, когда солнышко будет светить ярче и их переведут в летние помещения, удастся. Кроме мартышковых, к узконосым обезьянам относятся надсемейство гоминоидов, которым принадлежат гоминидой и гиббоны. Вот перед нами черноруки гиббоны. Его очень трудно увидеть, потому что он один в зоопарке, он ни с кем не играет. А вот это гоминиды. Гоминиды бывают гориллы, шимпанзе, орангутан и человек. Вот это орангутан. Кстати, не путайте, орангутанг на том же самом языке означает должник, человек долг. А орангутан это человек леса, лесной человек. Это древесная обезьяна, самая большая древесная обезьяна. Обезьяна с самым большим размахом на свете. Взрослый самец орангутана может весить до 100 килограмм. А самка правда не превышает половины этого веса. На воле орангутаны живут до 30 лет, а в воле могут по мне дожить и до 50, как прочим и большинство обезьян. Из вот этих видеофрагментов видно насколько поразительно они человекоподобны. По сути в строении организма единственная серьезная разница в том, что у него не две руки и две ноги, а у него четыре руки, они раньше назывались четверорукими, потому что нижние конечности вот посмотрите они собственно не менее хватательные, не менее точные, не менее сильные, чем передние. Ну когда лазишь по деревьям это конечно полезно. Орангутаны не случайно считаются возможно самыми умными среди животных, уступая в этом плане только человеку. Они используют орудия труда, они учатся друг другу даже делать их. Они подражают друг другу, они подражают людям, вплоть до того, что избавляются в подражании людям от извеченного страха перед водой, но к сожалению они не умеют плавать, потому что их руки не приспособлены для этого. Тут уже ничего сделать нельзя. Это у человека есть инстинктивная база как держаться в воде. Вот почему-то даже у высших обезьян ее совершенно нет. Это горилла. Горилла самка и у нее на спине детеныш. Горилла это самая большая, самая тяжелая, до 300 килограмм весом человекообразная обезьяна рост ее может превышать 2,3 метра, а объем мозга 0,6 литра, приближаясь при этом к наименьшему встречаемому у людей. Но правда надо учитывать, что горилла гораздо тяжелее человека, поэтому по отношению к массе тела, конечно, размер мозга выглядит не столь привлекательным. Вот это большой самец гориллы. Если кого-то можно назвать чудовищем, то вот пожалуй его. И они невероятно сильные. Они опасны не потому что они злобные. Они опасны потому что они не сознают своей силой и человека они могут покалечить просто даже не заметив этого. Горилла может забраться на дерево, но все-таки для древесной жизни эти обезьяны слишком тяжелые. они ходят по земле. Они живут семейными кланами, то есть большой самец, несколько самок и их потомство, которое собирается в одном месте в течение некоторого времени и потом по мере необходимости появления так сказать вакансий расходятся под другим кланом. самец кроме чисто мужских обязанностей защищает этот клан, но в основном без физических военных действий по принципу кто громче закричит и зарычит. Вот этого самца зовут Визурия. Его старшую самку Папси, но она уже сама не приносит малышей, но выполняет только заботливой бабушке. Визурия как правило просто сидит вот здесь наверху и обозревает свой клан следить чтобы все было в порядке. Иногда сейчас видно например когда он начинает двигаться с какой-то стороны он поразительно человекоподобен с какой-то все-таки сильно отличается. А это Ама и Вейник два малыша которые ну они уже не совсем малышей уже года по три то есть они в подростковом возрасте Ама была искалечена самцом и он оторвал руку А сейчас нам пора перейти к американским обезьянам Они называют шужеконосые и как вы видите они немножко отличаются от обезьян старого света Прежде всего тем что их ножны направлены в стороны а не вниз Кроме того в Америке вообще нет крупных обезьян есть есть вот такие есть совсем мелкие это капуцин обезьяна капуцин названа так потому что ее так сказать прическа напоминает танзуру монахов капуцинов Этот подвид капуцина прозван капуцином плаксой потому что издает обычно поносилки это жуткие плачущие вопли Это конечно низшие обезьяны не то что человекообразные Они уровни мартышек они здесь скачут веселятся играют с малышами Эти обезьянки живут стаями до 30 особей но вот у них самец не претендует на всех самок Краснорукий тамарин живет в Южной Америке на восточном побережье в Гаяне Сувенане Гляне Это небольшая обезьянка не больше полукилограмма весом но очень быстрая очень подвижная живущая в кронах деревьев передвигающейся прыжками и типов тамарин живет в Колумбии на берегу Карибского моря и отличается в основном немножко другой расцветкой это очень редкое животное и сейчас оно находится на грани вымирает это удивительно на московском зоопарке научились размножать даже таких высших животных которые очень критичны к условиям жизни могут прекрасно себя чувствовать прекрасно жить могут не желать размножаться и все многие такого рода обезьяны вот они к сожалению не такие уже ничего не поделаешь беличий саймир это гораздо более крупная обезьяна гораздо более распространенная обезьяна потому что она встречается во всей центральной части Южной Америки она живет в Перу в Боливии в Парагвае но конечно не в Дарах значит вес ее может превосходить килограмм а вот буроголубый тамарин это наверное самый мелкий из тамаринов он весит 400 грамм и тут самки а самцы весит еще меньше они же по берегам рек в центральной части континента начиная с восточного стонов ант в Боливии в Бразилии и так далее а сейчас мы переходим к ночным приматам значит раньше их называли полуобезьянами и делили на лемурообразных и лореобразных ну собственно дели так и сейчас вот это лореобразный это толстохвостый галага а галага живут в центральной Африке южнее озера Виктория в Анголе в Сомали и так далее это довольно крупные приматы для ночных он может весить до полутора килограммов толстохвостый галага всеядные но основная диета их растительная они великолепны прогуны вот такая вот маленькое существо может прыгнуть метро на три местные местные жители рассказывают что ловят их на перебродивший сок пальма они напиваются его и киняют после этого их не трудно поймать а это бенгальский толстый на самом деле он обитает не только в восточной ледине и по всей Индонезии что интересно что это единственный ядовитый примат и один из очень немногих ядовитых млекопитающих вообще млекопитающие как обычно считалось редко бывают ядовитые потому что они слишком развиты для этого и слишком опасны яда и для их нервной системы но вот некоторые из сумчатых бывают ядовиты а из приматов только вот это существо яд выделяется железами на передних конечностях а потом зверек или размазывают его по голове чтобы хищник который схватил бы его отпустил бы обратно либо он держится во рту и после этого лорит больно кусается что интересно что этот яд практически не отличим от так называемого кошачьего аллергена которым наши домашние мурлыки метят свою территорию так он более концентрированный разумеется в общем считается поэтому что он и у толстых лори выполняет ту же функцию что они помечают на свою территорию хотя в общем-то это не доказано ты уже залезла спросите что выглядит зверушка довольно своеобразно есть легенда не знаю что легенды о том что люди сходили с ума когда обнаружили посыпаю себя на груди вот такой вот глазастик который пристально на них смотрит что интересно что пища его преобладает насекомое то есть несмотря на вот такие вот медленные движения вызванные очень неторопливым метаболизмом он ухитряется их ловить а вот это малые лори малые лори живут в Вьетнаме Лаосе и Камбодже их гораздо меньше чем в толстых лори и вид этот считается находящийся под большой угрозой как и толстые лори они обладают очень крепкой хваткой которая продолжается держит его на ветке в течение целого дня это обусловно специальным строением мышц которым подается много крови у них очень сильные руки их не оторвешь как ни странно это самые примитивные порнокопытные размером меньше домашней кошки он живет на Ширанке Суматре Борнео ну и мелких островах между ними питается естественно растительностью поскольку это парнокопытное примитивность его заключается в том что его желудок состоит из трех отделов вместо четырех обычных ужваченных поэтому он не может так хорошо переваривать растительную пищу а кроме того да он ходит на двух пальцах на которых выросли копытца а еще два пальца на каждой лапке и просто висят в воздухе как это считается было у предков наших парнокопытных находятся они ночью а днем спят в основном в дуплах и тому подобных убежищах которые они виртуозно находят название линьков на некоторых языках звучит как мышь с копытами трубка зуба это очень скрытное африканское животное ранее относимое к неполнозубам но потом выяснилось что это только внешнее сходство вызванное близким питанием питание муравьями и термитами но неполнозубое живот в Южной Америке а трубка зуба вот в Африке живет во всей Центральной Африке избегая только жарких экваториальных лесов Конго где тем более трудно копать это копающие животные это может быть одно из самых копающих животных довольно крупное кстати вес его может достигать 100 кг ему нужен этот вес чтобы проламывать стенки термитников после этого многие желающие полакомиться термитами следуют за только зубом и доедают то что оно станет у него вытянутая морда с чем-то напоминающим пятачок вот здесь это хорошо видно потому что я застал окончание его кормления и он на более или менее ярком свете хотя цветов здесь не видно потому что это ночной мир и здесь темно но правда и сам трубка зуб цветов не видит как и большинство ночных животных его глаза рассчитано на то чтобы воспринимать очень слабый свет а вообще-то он ориентируется в основном на нюх конечно американская пака это представитель грызунов из семейства агутиевых агутии это достаточно близкие родственники привычных нам морских свинок которые тоже кстати юноамериканские самого крупного и яркого родственника морских свинок мы сегодня видели это капибара а пака конечно немножко поменьше пакеты ночные травоядные питающиеся в основном фруктами плодами иногда нападающие на плантации губинет или режиссеры в Алабе это конечно понятно представитель австралийской фауны сейчас зима очень теплая поэтому он выпал со своего домика вот прыгает по вольеру к сожалению здесь стекло а это западносибирский филин обращается какой-то мышкой которую ему дали на обед и периодически посматривают хищным взглядом по сторонам в общем так с такой птичкой я бы не хотел встретиться один на один птичка сильная и очень хищная и смотрит так плотоядненько в этом вольере живет черный гриф и два белоголовых сипа белоголовые сипа кстати тоже относятся к грифам и тоже относятся к падальщикам они принадлежат семейству в нестреминах живут они в Европе и по всей Центральной Азии в Иране Афганистане Пакистане Казахстане почти добираясь до Монголии Китая материалы обитания черных грифов сдвинут гораздо дальше к востоку их встречали и в Индии и в Китае и в Монголии но достаточно редко в Европе они кстати тоже это кстати само название происходит от древнеиндийского Гарутманд и деплицы типичные падальщики с прекрасным зрением которые могут палить на огромной высоте больше километра и видеть все что может представлять для них интерес на земле а вот это белоплечи орла это одна из самых крупных хищных птиц до 10 килограммов веса длина крыла может достигать 70 сантиметров а это беркут птица которая немножко легче белоплечевого орла но в размахе крыльев даже больше поэтому она распространена по всему миру она прекрасно летает она это султанка может самая красивая из птиц которую я видел это пастушка она живет по всему старому свету начиная от Европы до Африки и дальше через Южную Азию до самой Австралии и Новой Зеландии значит в России она тоже живет на северном побережье Каспийского моря в той Волге в той части она не левит в быстро текущую воду зато живет у болот кустарниковых заросших озер живет обычно небольшими группами лишь только в Новой Зеландии может собираться в 100 до 50 птиц а это кубинские свистящие утки очень похожи на наших уток только они не крякают она так нелогично посвистывает это большой кроншлоп европейская птица с длинным предлинным крювом голубой сорок живет в Европе и на побережье Тиховакева африканская чубатая цесарка курообразная обитающая по всей Африке к югу от Сахары древние греки называли этих птиц нумидиями это курообразная как и большинство курообразных они прекрасно живут в домашних условиях даже особо приличать не требуются просто не давать им улететь и все шелоклевки относятся к ржанкообразным а шелоклевки обитают на всех материках ну кроме Антарктида конечно достаточно распространенная птица будущее которое не внушает особых сомнений птица питающаяся тем что найдет на дне текущей воды рачками улитками и всем 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 только можно с одним из казуаровых мы совсем недавно встречались а другой казуаровый это шлемоносный казуар он живет в Новой Гвинеи и самая малость на побережье Австралии но там их совсем немного вообще птица уязвимая птица большая требующая огромной территории для того чтобы на ней венценосный журавль он обитает в Африке существует африканская легенда о великом вожде который заблудился на охоте и просил животное показать моторогу согласился только журавль и за это он вождь одарил его таким вот венцом из перьев а это капский рогатый ворон самый круглый представитель птиц носорогов живущих в центральной Африке южнее на уровне озера Виктория но не достигая ее это единственный настоящий хищник птиц носорогов он питается правда в основном насекомыми на ней блезгивает и мышка и зайчика и лопадалью как как виден ума для того чтобы выдернуть в пенек ветку у него не хватает ну что поделаешь птица носорог может жить до 60 лет но как правило они погибают раньше потому что сын который вырос стал сильнее отца в конце концов отца выгонит а это спортсовая кукушка это не такая кукушка которая подкидывает свои яйца в гнезда других птиц это они ухаживают за своим молодым поколением есть даже наблюдения правда не очень подтвержденные что они могут переносить свое молодое поколение в полете это пингвины но это не антарктические пингвины это пингвины гумбольта и очковые пингвины они живут в Южной Америке в Южной Африке в достаточно теплом климате пингвины уникальные птицы тем что полет который доступен обычным птицам полет в воздухе они переделали на полет в воде вот это вот такое округлое тельце оно на самом деле не жирное это сплошные мышцы они чудовищные силы для того чтобы вмахать даже такими небольшими крылышками в воде нужно очень много энергии в среднем раза в 4 больше чем для полета и пингвины всем этим обладают но надо сказать что вот это не очень быстрые пингвины хотя носятся они здесь в зоопарке как угорелые скоро мы увидим субантарктических пингвинов те гораздо быстрее это довольно умные птицы они понимают что здесь вокруг дети что здесь не можно поиграть и вот сейчас мы увидим что прекрасно разбираются что к чему и ведут себя вполне разумно пингвины питаются морской живностью в основном рыбами более или менее крупными потому что при таком расходе энергии нужно достаточно много ее ловить для этого скорость и нужна за одну кормежку он может поплывать в океане 100-120 километров и вот хватает энергии но выбираясь на сушу он снова становится довольно неукрюжей птицей папуанский или субантарктический пингвин вот он живет в Антарктиде и на ближайших к ней островах типа польклиемских это уже достаточно суровые острова но тем не менее вода там гораздо более насыщена кислородом чем в южных широтах соответственно всяческой живности там больше а поэтому энергетику этих пингвинов может быть гораздо более развита они носятся под водой под водой папуанские пингвины развивают скорость до 36 километров в час они могут погружаться на глубину до 70 метров это самый быстрый из всех пингвинов в тех местах где обитают пингвины должна быть генду то есть калька небольшого размера из которого они строят гнездо и это гнездо должно выдержать все время выведения потомства а это время довольно длинное 35 дней длится инкубация и еще где-то 75 дней проходят пока птенцы не оперятся и не будут способны к дальнейшей самостоятельной жизни а живут такие пингвины до 13 лет после введения птенцов 55 дней длится ежегодная линька это время когда пингвины не выходят в море и соответственно они должны накопить достаточные запасы жира но как вылетают из воды как ракеты они пользуются очень эффективным полетом под водой сродни тому полету которому летают птицы в воздухе очень эффективный способ конечно была бы энергия но а на воздухе птицы превращаются в довольно неуклюжих существ ничего не поделаешь это плата за то что здесь они почти в полной безопасности не всегда получается выбракнуть успешно видимо он выбрал не такое место где его скорости бы хватило но впрочем он найдет другое речная выдра обитает в Европе Азии и Африке довольно крупный зверек вес может достигать до 10 килограмм он прекрасно плавает как видите выдра в московском зоопарке две их зовут лодинка и рубик и они частенько играют друг с другом к сожалению стекла в их вольере не очень чистая для куни это нормально куни постоянно пачкают свои стекла они случайно энергичные летят брызги во все стороны в общем неудивительно что их не успевают почистить выдру славяне называли парешей потому что она живет вдоль рек это животное близкое к воде питающееся в основном рыбу и почему она не брызгует и яйцами и птичками и всем чем чем ей попадется вот прекрасно себя чувствует в любую погоду вот он идет по снему у них чрезвычайно густая шерсть а больше 50 тысяч шерстинок на квадратный сантиметр это практически рекорд живет на одиночке в принципе они не живут стаями но вот здесь вот два выдра прекрасно себя чувствуют и периодически играют вместе но они вообще очень подвижны тем не менее это вот такая игра вот он одну схватил один в другую и сейчас потащил куда-то и потом сбросил диоды здесь не видно потому что там было некуда повернуть камеру возможно то животное которое в средневековых христиариях называли Идрусом или Гидрусом можно отождествить собой по преданию Идрус живет в реке Нил залезает крокодила через открытую пасть и выгрызает ему все внутренности впрочем иногда то же самое приписывали Мангустам надо признать что узнать некоторые животные в христиариях решительно невозможно Исидор Сибильский пишет в своей этимологии что Идруса иногда путают с водяным драконом Гидрой но это совершенно не так Гидрус живет в реке Ниле и только в нем ну по крайней мере согласно реке А это мангусты в московском зоопарке живет целое семейство полосатых мангустов они конечно африканцы они конечно не любят снега и когда снег лежит достаточно плотно наружу не вылезают но вот в январскую оттепель они прекрасно себя чувствовали и рылись в своей почве они роющие живот они все время ее разрывают они еще там всяких тараканов пауков и прочее в средневековых местиариях мангусты называют их невмот Аристотель пишет их невмот живущий в Египте когда увидит змею называемую Аспитом нападает на нее не прежде чем созавет других помощников против ударов и укусов они обмазывают себя грязью и именно намочившись сначала в воде они катаются по земле Астрабон говорит что в осенойстве распространено почитание крокодилов а поэтому канал и озеро Мерида полны крокодилов так как они считают крокодилов священными и щадят их напротив гераклопольцы почитают их невмонов злейших врагов крокодилов так же как и змеи ибо те уничтожают яйца змеи и самих животных защищаясь грязью как панцирь обвалевшись грязями высыхают на солнце затем хватают змеи либо за голову или за хвост увлекают в реку и там уничтожают крокодилов их невмоны подстерегают их невмоны в раскрытой пасте крокодилов перегрызают их внутренности брюхо и опять же выползают из труб мы Юлиан напротив уверяет, что их невмон выходит против змеи один, прибегая к одной только предосторожности. Он вываливается в выли, затем высушивается на солнце так, что все туловище его покрывается непроницаемой для яда опасного соперника броней, а морду он защищает, прикрываясь хвостом. Плин излагает такую легенду, крокодил, наевшись досада, имеет обыкновение покоиться где-то на песчаной отмеле, широко разъянув плач, чтобы маленькая птичка могла выклевать застрявшую пищу. Их невмон называют также Эндуром или Хилосом. Говорят, что он мажет себя грязью, чтобы стать скользким и запрыгнуть в пасть каркадила, и тогда сожрать его печень и убить его. Их невмон, обмазывшись грязью и высохла на солнце, сражается с Аспидом, убивает его и часто, хотя побеждаемый последний, цепляется за него в Аспиде, обливаясь вокруг, прыгает в огонь и там погибает с него. В дальнейшем сюжет этого расщепляется в физиологе, где представлены два самостоятельных персонажа. Их невмон и Эндур, противостоящие, соответственно, змеям и крокодилам. Традиция, которую продолжили последующие западные бестиарии. Эндур – зверек, называемый так, потому что обитает в воде, чаще всего в гниле. Если Эндур найдет спящего крокодила, он, взвернувшись в гул, через вод проникает к крокодилу в желудок, и, пожав его внутренности изнутри, живым выходит наружу, крокодил умирает. Мангуста, их невмон, по-гречески назван так, потому что ее по запаху определяет пищу здоровую и ядовитую. А неудракотия предсказывает свинка силу какого угодно яда. Свинкой их невмон назван слово щетина сета. Их невмон преследует змей, а когда сражается с ехидной, ощетинивает хвост, на который ехидна смотрит больше всего как на угрозу, и, перенося свою силу, на него обманутая терпит поражение. Прочное, однако, существо, после такого падения животное, которое не может, как кошка, упасть на ноги, наверное, должно стать плохо, а этому хоть бы что. Главное, до коробки добраться. Можно прыгнуть, можно вырвать, клан все утилизировать. Количество мангустов в такой семье, кстати, может достигать 40, а в особо благоприятном слове даже 70. А у родственников мангустов-сурикатов она еще больше. Длиннохвостая или уральская неяса, до сих пор непонятно, что означает ее название. То ли несъедобная, то ли ненасытная. Есть, в общем, и та, и другая точка зрения. На переходе между старой и новой территориями живет щетинстый броненосец из Аргентины, Парагвая, Боливии. Это небольшое ночное животное, питающееся как животное, так и растительной пищей. Очень любят муравьев и термитов. И благодаря мощным когтям, волонотрующее животное, он способен подрывать и муравейники, и термитники, и основательно их разорять. А над ним, в том же вольвере, обитают ленивцы. Это животные с миленым таким основательным метаболизмом, вплоть до того, что в туалет они, простите, ходят раз в неделю и слезают для этого с дерева. В этом месте они, конечно, наиболее уязвимы, но если там на них напасть, все же могут оказать сопротивление, потому что когатки у них ого-го. А желающих полакомиться вкусным ленивцам вокруг хватает. Большую часть времени ленивцы спят на деревнях, а меньшую всю оставшуюся жуют листья, все какие-то попадутся. Интересно, что в шерсти ленивцев со временем поселяются бактерии, которых там довольно много. Они чрезвычайно полезны ленивцу, потому что, во-первых, придает ему маскировочную окраску зеленоватую, и он плохо виден в листве, но, во-вторых, при бескорме он не питается. Шерсть, кстати, тоже совершенно необычная, поскольку ленивец двигается в основном с животом вперед, то она, эта шерсть, растет не как у обычных животных от хребта, а в противоположную сторону, к хребту. Но это очень понятно, иначе ему было бы неудобно. Зато в таком состоянии он может сколько угодно двигаться под дождем, и дождь просто стекает по нему. Но в лесах Бразилии довольно многочисленные, и к охраняемым видам не относятся. Их существованию ничто не угрожает. Продолжительность жизни на воле редко превышает 20 лет, но в неволе может достигать 30 лет. Хотя большую часть жизни ленивцы проводят на деревьях, но вот прыгать с дерева на дерево, они, конечно, не в состоянии. Поэтому для того, чтобы добраться к другому дереву, им нужно обязательно спуститься на землю. На земляне, как я уже говорил, вполне беспомощны. Зато они прекрасно плавают. Если падут с дерева в воду, то это им ничем не грозит. Вместе с муравьедами, которые ближайшие родственники, ленивцы относятся к неполнозубым. К сожалению, муравьедов в московском зоопарке нет. Но тем не менее, ленивцы представляют собой чрезвычайно интересные существа. А это Харза или длинневосточная куница? Харза живет на Дальнем Востоке в России и по всей Юго-Восточной Азии. В Корее, в Китае, в Таиланде, в Вьетнаме, добираясь даже до Индии и до Пакистана. Это крупная куница, весом почти до 6 килограмм. Типичный зверь хвойных и смешанных лесов. Живет на деревьях. Перепрыгивает, как вы видите, на съемках, а почти все время прыгает. Проходит огромные расстояния. И это достаточно серьезный хищник. Его главная пища – это кабарга, которая достаточно крупная. Естественных врагов у нее мало. Японцы верят, что вот эти звери, ласки, куницы и тому подобное, если они доживут до глубокой старости, они доживают до глубокой старости, они становятся колдунами и могут превращаться в то, во что хотят. Они говорят, что у лисы 7 обликов, у барсука 8, а у куницы даже 9. Этот вид находится вне угроз, потому что промыслового значения он не имеет. Шкурка этой куницы, в общем, достаточно жестким мехом и особо не ценится. Что, в общем, неудивительно, добыть ее трудно, потому что она вот так вот носится по деревьям, делает прыжки, говорят, до 10 метров длиной. Зимой харды объединяются в стаи по низкособи. Летом живут в одиночку. А это обыкновенная шкуница или лесная куница, или желтодушка. В зоопарке она живет в блоке вольера флора и фауны России, и вон огорожена очень прочная решетка. Я пытаюсь подвести объектив поближе, чтобы увидеть ее без вот этого переплетения металла. Здравствуйте, давно не виделись. У меня еще объектив после вашего носомоги, мадам. Но, тем не менее, мы смогли ее рассмотреть вблизи, совсем вблизи. Лесная куница живет в Европе и только в Европе. Она всеядна, питается плодами и орехами, но может словить белку и птичку. Осомаха. Самая крупная из куниев. Живет она в лесотундре и тундре Евразии и Северной Америки. Это хищник, с мощными зубами, с густым, длинным, грубым мехом. Живет в Тагееве в лесотундре. Большую часть ее проводят в одиночестве. Она территориальная, то есть она охотится вокруг логова. Она всеядна, подбирает остатки добычи волков, медведей, птичек, мышек, зайчиков и прочих ломит. Если повезет, охотится на оленя, кабарбу, косулю, лоси. При этом она довольно неуклюжа внешне. Бегает, в общем, тоже не слишком красиво. То есть это хищник мощности, а не изящества, если можно так выразиться. До волка ей далеко, она скорее в стиле или напоминает медведя. Но вот она поела, теперь можно и побегать. Как и все куни, они совершенно неугомонны. Она вот так вот нарезает круги по своему вольеру. Честно говоря, не вполне понятно, зачем. Наверное, просто конституция такая, что ей нужно обязательно бегать. Она в некоторых случаях и охотится так, не скоростью, а выносливостью, и берет свою жертву измором. По некоторым данным, росомаха легко предлучается, но по некоторым все же остается всегда дикой. По всей видимости, это объясняется тем, что существует два подвида росомахи. Есть европейский, азиатский, есть американский. Они все-таки немножко разные, потому что животные мира этих континентов разошелся довольно-таки давно. У этих животных есть одна очень интересная особенность. В пар они объединяются, и то относительно ненадолго летом, с мая по август. А вот развитие зародышей начинается только через 6-7 месяцев зимой. 40 дней длится беременность, и еще 10 недель детеныши питаются молоком матери. И еще два года они с матерью живут, пока не станут готовы к самостоятельной жизни. Несмотря на ценный мех, который они индивеют на морозе, росомахи, в общем, не испытывают особых неудобств от существования человека и его деятельности. Их количество не вызывает опасений. А это серый балтийский тюлей. К сожалению, целиком вообще своей красе мы его сегодня не увидим, потому что зимой они вообще не вылезают из воды. А зато летом частенько нежатся на камнях. Северный морской котик относится не к настоящим, как балтийский тюлей, а к ушастым тюленям. Они все-таки достаточно сильно отличаются и по скелету, и по многим особенностям от настоящих тюлей. Еще не так давно настоящих тюлей не относили к куриям, а ушастых к медвежьям. Но сейчас их выделили в одно семейство подотряда псообразные, наряду с конями, пандалами, енотами и так далее. Северный морской котик живет в северной части Азии, Америки, в Тихоокеанском бассейне. Они, в общем, не очень подцветают, потому что охота на них, особенно в 19-м, начале 20-го века, была развита бешено. Мех котика уникален, он обеспечивает и теплоизоляцию, просто потому что в подшерстке накапливается воздух. И обеспечивает хорошую гидродинамику. Из-за этого, в отличие, скажем, от Сибуча, северный морской котик может позволить себе не иметь плотного подкожного толстого жирового слоя, а поэтому может погружаться достаточно глубоко. Сибучу это недоступно, к сожалению, потому что жир слишком легкий и выталкивает его наверх. 3-5 месяцев каждый год у котика – это период размножения. Они находятся на суше, а вот все остальное время они странствуют. Котики вполне полигамны, и уж где повезет, там они и найдут себе невесту. Причем, что интересно, что этих невест они в некоторых случаях удерживают силой и даже в том дотравмировании их. Как правило, на тех же пляжах происходит размножение Сибучей, но оно заканчивается дней на 20 раньше, чем начинается сезон спаривания котиков, поэтому межвидовая конкуренция у них не возникает. Хотя вообще-то между собой достаточно жесткие отношения к пантеру. Белая липолярная сова живет по всему северу Евразии и Северной Америки. Некоторые относят ее к филинам, некоторые выделяют самостоятельное семейство. Это активный хищник, основу его питания составляют мыши и лебенги. Белый медведь – самый большой, самый тяжелый хищник на планете. Место может достигать тонны. Ему приходится быть таким тяжелым и сильным, потому что основная пища его тулей должна быть убита одним ударом лапы, иначе она убежит, и в воде его, конечно, не догонишь. Белые медведи дали название Арктиги, потому что Артос – по-гречески медведь. Они ближайшие родственники наших бурых медведей. И за свою историю, за последние нескольких десятков тысяч лет, они несколько раз интенсивно смешивались друг с другом. В результате выигрывали и те, и другие. Их шерсть на самом деле не столько белая, сколько прозрачная. Это такое множество шерстинок световодиек, которые доводят весь солнечный свет до шкуры. А это винторогий козел или мархур. Мархур в переводе означает «пожиратель змеи». У него очень сильные челюсти, которыми он может сразу же перекусить змею, убив ее. И кроме того, мархуры практически не воспринимчивы к змеиному яду. Я думаю, что здесь он промахнется. И здесь же, на туре и горке, живут дагестанские дикие туры. Это разновидность козьих с огромными тяжелыми спиральными рогами, закрученными вокруг головы. Обычно в ноябре-январе у них брачный период. И если вы смотрели предыдущий выпуск наших поездок по зоопарку, там было несколько сцен. Но сейчас этот период сам закончился, и уже растут маленькие горные козлики. А вот этот козел, что называется, козлит. То ли привлекает самку, то ли просто ему подвигаться захотелось. Они привыкли к снегу, который обычное явление в их горах. У них сложная социальная жизнь внутри стада, которая насчитывает 10-15 особей. Вот примерно такое, как здесь, на туре и горки московского зоопарка. Здесь есть все возраста, здесь есть все молодые животные, старые. Интересные животные, хотя находиться рядом с ними тяжело, из-за резкого запаха, которыми эти горные козла отличаются. Азиатский лев В старинном бестиарии читаем, что Галин говорит, что у льва особенно сильные мышцы на висках. А Ильян считает, что в костях у львов нет костного мозга. Однако Фолодник пишет, что однажды нашел не сильно костного мозга. А пианус утверждает, что особенно много львов как будто живет в Ливии, что цвет они из сине-черного. Они находятся также в Магритании, Эфиопии, Африке, Армении, Порфии, Аравии и Сидии. Самые красивые и самые крупные львы живут в татарском ханстве. Львы от природы теплокровные, поэтому не выносят солнечных лучей. Они ходят так же, как верблюда, только резвее, так что у них трясется спина. Если лев преследует зверя какого-нибудь, то настигает его обычно прыжком, но когда сам убегает, то не прыгает. Львы никакого особого вреда не причиняют, если их к тому не вынудит город. А когда они сыты, тогда они отличаются дружелюбимым весельем. Самец и самка никогда вместе не охотятся, каждый живет самостоятельно и питается мясом, которое сам себе добывает. Когда лев становится старым и не может уже добывать для себя пищу, он приходит в деревню и нападает на людей, детей и скот. Пьет очень редко и мало. Лев животное гордое, смелое, сильное и мужественное. Он стремится к победе, но при этом мирный, справедливый и верен тем, с кем живет. Своих детенышей очень любит и защищает их, не щадя жизни. Когда лев идет, он заметает хвостом следы, чтобы охотник его не выследил и не нашел детенышей. О любви, любовь к детенышам, Ильян рассказывает такую историю. Однажды медведь нашел новую львиной пары. Как-то он неожиданно пришел и растерзал в ряд, кого-то из них съел, а потом сам в великом страхе убежал и забрался на высокое дерево, чтобы вместе львов избежать. Когда львы обнаружили злодейство, понурые они пошли по следам и наконец нашли убийцу на дереве. А так как львы на дерево за медведем влезть не могли, то милица легла под дерево и старательно начали стеречь. О лев тем временем он стал бегать по долине его по горам, пока не встретили крестьянина с топором. Крестьянин страшно испугался, однако лев к нему очень мирно приблизился и стал вылезать. Когда крестьянин увидел, что лев не хочет ему ничего плохого сделать, перестал он бояться и погладил его. Лев схватил в пасть топор и привел крестьянина к дереву, где на ветках все еще сидел медведь-убийца и стал показывать, чтобы крестьянин дерево срокли. Крестьянин дерево срубил, львы разорвали медведя, который исполнился с дерева там в стихнем самом из-за убийства. Крестьянина львы проводили до того места, откуда он пришел. Когда лев состарится, молодые львы снабжают его едой. Они берут его с собой на охоту, когда он устает отдыхать и восстанавливает. Когда приходит с добычей, старый лев ест вместе с ним. Словь по латыни «элефантус» называется по имени горы Элефас, потому что сам как гора. Некоторые из этих животных в горах живут, другие – в долинах, а некоторые – в болотах и в болотчистых местах. Провода любит влажные места, в большом количестве в теплых краях живут, а холодно переносит. Словно, это самое крупное животное, живущее на земле. На зубах у них есть два больших и длинных клыка, торчащие из верхних десен. Между самкой и самцом есть, однако, разница – у самца клыки не такой величины, как у самки. Клыки бывают длинной до 10 км и такие тяжелые, что их в носу и мужчины не поднимутся. Вартман пишет о такой поребьюнии, которая весила на 336 км. Некоторые полагают, что клыки не следует считать зубами, их следует считать рогами, потому что иногда они выпадают и снова вырастают. У слона язык короткий и широкий, но зато необыкновенный длинный нос, называемый хоботом, который вместо рук используют. У слонов прекрасной памяти, если их кто-нибудь обидит, они это запомнят и отомстят даже много лет спустя. Белый цвет так ненавидит, что приходит в ярость от одного его вида. Пищу и питье слон подает плод хобота, потому что хобот такой подвижный и так изгибается, что слон может его вытянуть, а потом снова скрутить. Хобот полный и подает слону воздух для дыхания. Слон может хоботом ухватить самую маленькую вещь, например, монетку или еще какую-нибудь мелочь, и подать ее своему хозяину. Когда слон переходит в воду, хобот поднимает вверх. Хобот имеет такую силу, что может и куст вырвать, и целый дерево скольный. Слон имеет двойное сердце, и у него нет желчного пузыря, зато огромный и легкий. Задние ноги сгибают человек, хотя некоторые утверждают, что в них нет суставов. Ноги круглые, имеют по пять пальцев. А вот эти вот похожие на кроликов доманы, как ни странно, ближайшие родственники хоботных и сиреновых, то есть ламантидов, дегоний и так далее. Есть подозрение, что упоминаемые в Библии Зайцы, Шафан, это вот именно эти доманы, они же дают название Испании, и Шафан, и так назвали феникийцы. Доманы распространены по всей Африке, по южнее Сахары, а также в какой-то части Азии, там где Израиль, где Сирия. Следующим номером программы – Серый Волк. Слово «лупус» вошло в латинский язык из греческого – «ликус», благодаря тому, что волки из-за своей прожорливости убивают всех, кто им попадется. Другие утверждают, что название «лупус» трактуется как львиные лапы, поскольку подобны львам и львов с сирен лапами. Те, на кого они набрасываются, умирают. Однажды жил волк, который прослышал, что монахи мало работают, легко живут и всегда едят на обед барашка, и решил стать монахом. Ему сказали, что начальник надлежит пройти обучение в монастырской школе. Он так и поступил, попал к учительку и стал постигать азбуку. У мастера была разгава, у волка указка, с помощью которой ему приходилось различать буквы. Они прошли А, затем Б, учение продвигалось тяжело, дошли до третьей буквы. «Что это значит?» – спросил мастер. «Бедный волк, думаю, что, возможно, они подошли к концу, в мастерском возложен ягненок. Его тотчас выгнали, так волк и не выучился грамоте». Это старинная бретонская легенда. В московском зоопарке живет множество разных волков, мимо которых мы сейчас и пройдем. Это серый европейский волк. Он живет в Евразии, в Северной Америке. А вот это красный волк из Индии. Точнее, когда-то он обитал на огромной территории, на всей Юго-Восточной Азии, даже добирался до Уссурийского края. Из детских книжек вы знаете о рыжих собаках у Киплинга в книге «Джунглей». Описано, как это страшные животные, стаи которых не предустоит ни лев, ни тигр, ни слон. Вот это вот они. Хотя революционное соревнование с серым волком, они таки проиграют. То есть их территория постепенно сокращается, их количество уменьшается. Это не настолько успешные хищники, как серые волки, которых до сих пор очень много, и их количество не уменьшается. Красный волк его иногда называют тхоль. Животное во многом загадочное. У него много от волка, много от лисицы, много от шакала. Это типичный горный обитатель, в какой бы местности он не жил, а реаловое обитание, как я уже говорила, чрезвычайно широк. Он привязан к скалам, к ущельям. Способ охода в основном стайный, загонный. То есть стая долго наизмор преследует свою добычу, высылая их вперед нескольких наиболее быстрых, которые сменяют друг друга. И так соревнуются, кто выносливый. Волки строго моногамные, выбирают себе партнеров один раз в жизни. Вот здесь, в московском зоопарке, живет пара старых красных волков, которые населили очень многие зоопарки России своим потомством, но сейчас уже утратили репродуктивность, поскольку они совсем старые. Но от соседних волей живет кто-то помоложе. Так что будем надеяться, что род красных волков не прервется, хотя и они находятся на грани уничтожения. Шакала, по-латыни золотой волк, тоже ближайший родственник нашего обыкновенного серого волка. Некоторые даже утверждают, что он ближе к домашней собаке, чем серый волк. А просто потому, что у шакала зубопадальщика, а у волка все-таки хищника. Но неудивительно, что домашние собаки в течение всей истории скрещивались с волками, поэтому от кого там больше, от шакала или от волка, сейчас сказать уже очень сложно. Живут шакалы от Южной Европы, Греции, Болгарии. И далее через всю Центральную Азию до самого Таиланда. Они живут в Индии, они живут в Турции, они живут в Израиле. В московском зоопарке шакалы использовались для того, чтобы выводить улучшенные породы собак. Дело в том, что у шакалов очень хороший нюх, наверное, лучше, чем у других псовых. Это гривистый волк или агуарачи из Аргентины? На удивление, несмотря на то, что он достаточно крупное животное, он, в отличие от нашего серого волка, не только не представляет опасности для человека, но и питается в основном всякими мышками, зайчиками и тому подобное. Вроде бы у него длинные ноги, он должен быть загонным хищником, но таким он и является, но тем не менее он гораздо более неуклюж, чем серый волк. И, конечно, ему чрезвычайно далеко до успешности серого волка. Это специфический такой аргентинский пампасовый хищник, занимающий экологическую нишу скорее лисы. А это тундровый волк. Он считается под видом серого волка, только с более светлым окрасом. Живет он по всей северной части Евразии, до самой Камчатки и на островах. Он немного крупнее европейского серого волка, но уступает пальму первенству полярному волку, который еще крупнее и еще тяжелее, наверное, до 80 килограмм веса. Людей тундровый волк всячески избегает. Лисица, когда будет голодна, идет на солнечное место и ложится на цепельки и сдерживает свое дыхание. Увидев это, птицы, принимая ее за мертвую, слетаются, чтобы клевать ее. Когда же они приблизятся к ней, она вскакивает, хватает какую-нибудь из них и съедает. Так и кормится. Ну, по крайней мере, так написано в одном из средневековых вестиалиях. Лисицы умные, хорошо приучаются, и если бы не характерный, очень сильный запах, наверное, были бы домашними любимцами. Но в зоопарке это дикие звери, поэтому палят сквозь сетку лучше. Из многочисленных видов псовых всего около десятка видов относятся, собственно, к настоящим лисицам, из которых самая известная вот эта, лисица обыкновенная. Она живет по всей Евразии, она живет почти по всей Северной Америке, кроме самых жарких областей. Она завезена в Австралию и пережилась там, наделав немало бед. Потому что хищник это, безусловно, чрезвычайно успешный. Как и серый волк, только труба пониже и дым прожила. А это, кстати, тоже лиса, это феник. Это североафриканская пустынная лисица, самая маленькая из всех лисиц. Живет она по всей Сахаре, ведет ночной образ жизни, хотя, в общем, не чурается и дневного света. Но в московском зоопарке ее периодически держат в ночном мире, вот как здесь. Огромные уши служат ему не только для того, чтобы ловить все звуки, потому что это ночное существо, но и для охлаждения. Поскольку это все-таки обитатель жаркой Сахары, хотя и обитатель ночной. Строение стопы также позволяет фенику двигаться по горячему песку. В горячем сезоне в январе-феврале, в марте-апреле рождаются 2-3 щенка. Через 6-8 месяцев у них уже наступает половая зрелость, а живет он лет 8. А это полярная лисица или песец. Живет он по всему северу Евразии и Северной Америки. И это единственный из псовых, у которых заметный сезонный деморфизм, то есть цвет зимой и летом сильно отличается. Всю осень и все лето у них сезон линьки. Песцы – это ценный пушной зверь, но хорошее шествие только тогда, когда он не линяет. То есть либо летом, либо еще более ценной зимой, вот как сейчас. Такая белая и красивая песцовая шубка. В пределах вида существует еще разновидность голубого песца. Но это не другой вид, это генетическое отличие в пределах одного вида. Песцы вполне всеядные, да не брезгуют и падалью. А это степной кот. Между прочим, прародитель всех наших домашних мурлык. И, в общем, очень мало от них отличается. Причем он прекрасно приручается и живет дома с человеком, в общем, точно так же, как обычная домашняя кошка. В степях Азии – передний, средний и центральный. В Индии, в Юго-Восточной Азии. Предположительно, был когда-то отомашен на Ближнем Востоке, где-то в Персии. Произошло это не меньше десяти тысяч лет назад. И означало переход человечества к стадии земледелия, поскольку без таких вот домашних кошек земледелие было совершенно невозможно. Сколько соберешь зерна, столько мыши и съедят. Не будешь же охотиться за каждой. Ближесло котят у степнового кота рождаются в сезон дождей. Тогда, кстати, еды много. А уже через год котята способны репродуцироваться. Хаус или камышовый кот или болотная рысь живет в центральной части Азии. Частично у нас по Каспийскому побережью. Частично заходит в Китай. Но основной ареал у него в Индии. Хаус занесен в Красную книгу России. И от него, и от домашней кошки, произведена порода кошек под названием Хаусия. К человеку камышевой кот привыкает нормально. Особенно, если он воспитан с детства. Однако в домашних условиях содержать его проблематично. Во-первых, потому что он слишком большой и тяжелый. И, соответственно, он не просто может подрать мебель, а разнести ее в клочья. А во-вторых, он требует большого пространства для движения. Все-таки это дикое животное. Енуты обычно зимой спят. Но вот в оттепель в начале января они проснулись. И вылезли из своего домика. И даже полезли на дерево. Енуты все время ездят на эти деревья. Наверное, в надежде найти там что-нибудь такое, чего они не знают. Но, видимо, эти деревья не выходят за пределы их вольера. Поэтому лизнуть, что енуты очень любят делать, у них, конечно, не получится. Дикие енуты-полоскуны живут по всей Северной Америке, кроме самой-самой северной ее части, кроме леса тундра. И они завезены в Старый Свет, где они прижились в Японии, где они прижились на Кавказе и в Центральной Европе. В велении Копытной Африки первое, что мы видим, это черные антилопы. Черные антилопы – это представители сабельных антилоп. В старинном бестиарии читаем, что антилопы, испытывая жажду отправиться к реке Ефрату, пьют воду. В тех местах повсюду встречается эрицин – невысокий кустарник с длинными гибкими веточками. Подойдя к нему, антилопы своими рогами начинают играть с ветками и вскоре запутываются в них. Когда бой следительной борьбы не может освободиться, громко кричит. Услышав ее голос, охотник приходит и убивает ее. В стране Конга, как и в других местах Черной Африки, есть вид, называемый зебр. Внешне она похожа на мула, но не бесплатна. А своя окраска и отличается от всех других животных. Она имеет три различных цвета – черный, белый и каштановый. Спины к животу окрашены в полосы, ширины в три пальца. Бегает быстро, как кот. Этот зверь каждый год приносит на свет детенышей. Зебры живут очень большими стадами. Местные жители считают зебру бесполезным животным, не догадываясь о том, что во время мира и на войне коня она заменить может. Но они живут в незнании, про лошадей ничего не слышали, и звери укродить не умеют, а поэтому и нож на собственной спине носят. Себя же они дают носильщикам носить на плечах в высоких носилках, а если в длинный путь выбираются, то дал по носильщикам их сопровождает. Носильщики сменяют друг друга, а своим быстрым шагом и лошадь обкупят. Но надо сказать, что эти стройки из одного из средневековых бестиариев не вполне точны. Ездить на зебре нельзя. Она приучается до какой-то степени, Но, конечно, до домашней лошади недалеко. Ни на диких лошадях, ни на зебрах ездить невозможно. Их нельзя оседлать, они не позволят это сделать. Может быть, поэтому некоторые исследователи считают, что было какое-то серьезное генетическое изменение у предков домашней лошади. А это южноафриканский жираф. В том же бестиарии читаем, Жираф – это разновидность верблюда. Он большой любитель музыки, и даже если очень устанет, заслышав песню, сразу же путь свой продолжает. Жираф умеет бегать быстрее коня. Мясо жирафа содержит вредный сок, а поэтому тяжело переваривается и невкусно. Однако молоко его слаще и выше, чем молоко человека. Молоко жирафу рекомендуется пить, когда у человека стульно регулярно. Еще оно помогает при болях в суставах. Предположение о родстве верблюдов с жирафами кажется гениальной догадкой. Дело в том, что в Южной Америке обнаружены вывешенные макроухинии, которые смели очень длинную шею, но тем не менее являлись разновидностью верблюдовых. Однако это не так. Это только внешнее сходство. Ничего общего у верблюда и жирафа нет. Жирафы ближе к оленям по происхождению, чем к верблюдам. Но верблюд – одно из самых удивительных существ на Земле. И причины возникновения такой вот длинной шеи в общем не до конца понятны. А это африканский страус. Встречается животное, называемое осида или страус. Греки называли его струтиоакамилюс. Римляне струтио. У птицы есть крылья, но она не летает. Более того, у нее ноги, как у верблюда. Ну, разве что, на счет ног, как у верблюда, некоторые были увлечения. А в остальном все правильно. Здесь со старинным бастиарем не поспоришь. А вот это самое маленькое из антилоп. Это дик-дик. Несмотря на то, что по размеру они не превышают средних размеров кошки, это настоящие антилопы, которые относятся к настоящим антилопам. Ну, ведь оленьковые, которые относятся к парнокопытным, но тем не менее это очень примитивные парнокопытные и никаким образом не антилопы. А это сурикаты. Ближайшие родственники мангустов, только маленькие. Они в два раза меньше африканского полосатого мангуста, но живут еще больше местами. То есть их колония состоит из нескольких десятков семейств, а семейств, как у мангустов, 20, 30, 40 особей. Живут сурикаты в Южной Африке, в основном вокруг пустыни Калахари, в пустынных и полупустынных местах. Предпочитают местности с твердым грунтом, который можно копать, в котором можно добывать всяческую еду, всяких паучков, яйца, и чего-то только нет. Это хищники, ну как и все мангусты. В общем, ведут вполне мангустовый образ жизни. Ничем особым, кроме размеров колоний, не отличается. И хищников такого размера колоний млекопитающих нет. В самом дальнем конце зоопарка, за островом зверей, находится вольер с мулу. Мулу – это олень-цветок. По-китайски, а в Европе знают о том, как олень-давида. Очень известна его история. Он вымер в природе, сохранился только в личном императорском зверинце. Но в конце концов, было истреблено там. И только несколько особей, попавших в Европу, каким-то образом, каким-то чудом, я бы сказал, уцелели. В Китае говорят, что у этого животного копыта коровыши, лошади или верблюда, рога оленей и хвост осла. Называют его сыпусян. Четыре несовместимости. Что в оленьях давида действительно великолепны. Это рога. Они огромные, уникально огромные для оленей. И вырастают два раза в год. Одни летом, а другие вот эти зимой. И растут они, соответственно, очень быстро. В отличие от прочих оленей, также Мулу любит воду и прекрасно плавает. Живёт у нас стадами. Но здесь, в московском зоопарке, стадо одно, вот один самец. И две или три самки у него. Но он периодически размножается. Поэтому, соответственно, чувствует себя, по всей видимости, неплохо. Такины, вопреки внешнему виду, родственны, скорее, не быкам, а баранам. Кстати, ближайший его родственник – это овцы бык, которого мы сегодня увидели. Такины живут в Гималаях. И это чрезвычайно редкий вид. То есть осталось их совсем немного. Это горные животные, живущие на большой высоте, выше двух километров. Соответственно, контакты между отдельными частями популяции достаточно сомнительны. Вполне возможно, что влияние человека, в данном случае, пойдёт животному на пользу и спасёт его от вымирания. Ну, а мы двинемся дальше, к лошадям Пржевальского, которые также, по всей видимости, полностью исчезли в дикой природе. Несмотря на то, что у лошади Пржевальского на две хромосомы больше, чем у нашей домашней лошади, они между собой скрещиваются и дают вполне жизнеспособное потомство. И, по всей видимости, из всех предков лошадей, лошадь Пржевальского к домашней лошади самая близкая. Последний раз в природе их видели в районе 1969 года, хотя и эти наблюдения сомнительны. В мире сейчас насчитывается только около двух тысяч чистокровных лошадей Пржевальского, и все они восходят к одиннадцати лошадям, отловленным в начале XX века в Джунгарии. А это двухгорбый верблюд, или бактериан. Обычно он не вылезает зимой, но вот сейчас по первому снежку он вылез по грызьёвку. Почеревно откроем бестиарий и прочитаем. Хотя верблюды встречаются в различных регионах, прежде всего выделим бактерию. Именно там выращивают самых сильных животных бактерианов, причём больше всего их воральвие. Две разновидности верблюдов отличаются числом горбов на спине. У бактерианов два удромадуров, один горб. У бактерианов никогда не снашиваются копыта, поскольку ноги снабжены мягкими подошвами, складывающимися, как гармошка, подушечками. Когда верблюд опирается на ногу, подушечки раздвигаются и нога не проваливается в песок. Разводят две разновидности бактерианов. Одна предназначена для перенесения грузов, другая для верховой езды и отличаются скоростью и умением преодолевать большие расстояния, хотя не способны переносить тяжёлые грузы. В определённое время года несколько неуправляемо и убегают, подчиняясь зову любви. Верблюды не выносят лошадей. Верблюд хорошо переносит недостаток воды. Как только выпадает случай, они утоляют прошлую жажду с расчётом, что в будущем не придётся пить длительное время. Тяготеют в грязной воде, избегая чистой. Фактически, пока не выпадает возможность достичь грязной воды, сами перемешивают тыл, настойчиво давя его с тем, чтобы замутить воду. Живут верблюда сто лет. Если их продают незнакомому человеку, заболевают, не оправдывая свою высокую цену. Самок используют и в военных целях для быстрого передвижения води. При этом заботятся, чтобы они не совокуплялись. Считается, чтобы ублюдиться, за неимением самцов ведут себя отважно и не испытывают страха. Далее наш путь лежит к выходу из зоопарка. Но предварительно мы заглянем в террариум. Вспомните незабвенное. Крокодил – зверь водный. Негде емать человека ястия, тогда плачет и рыдает. А ястия не перестает. И голову от тела оторвав, зря на нее плачет. На самом деле это глубоко верно. Крокодилы плачут, вводя из организма соль. А вот аллигаторы не могут этого делать. Не так давно открыли одну очень интересную вещь. Крокодилы, известные их своей холодной кровью, на самом деле некогда были теплокровными. И гораздо более совершенными. По всей видимости, они испытали какую-то нисходящую эволюцию, которая отобрала у них часть признаков. Крокодил, плоды не крокодилус, огромный уродливый и жестокий зверь, который относится к группе ящиков. Некоторые крокодилы достигают длины от 20 до 26 локтей, но обычно не больше 8 или 10 локтей. Они желтого цвета, на спине и боках покрыты какими-то толстыми щитками, которые не может пробить никакая стрела. Ранить его можно только в живот, который имеет белую окраску. Аристотель пишет, что под водой крокодилы плохо видят, но на воздухе у них острое зрение. Эти животные не имеют языка, зато у них огромная длинная зубастая пасть, в которой зубы такие же ровные, как на гребешке. Хвост у него такой же длины, как все тело, и используют у него для плавания. Выводится из яиц, которые по величине с гусинами. На ногах у крокодила сильные когти или острые ногти. У нас это животное не водится, живет только в Египте, в Африке на реке Нил и его притоках. Крокодил – водное животное, питается в воде, греется на воздухе. На ночь обычно остается в воде, а днем находится на суше. Питается всем, что попадется, пожирает людей, старых и малых, всевозможных животных, как, например, телят, собак или различных рыб. Жирам крокодила, которые совершенно белого цвета, нытирают больных, страдающих высокой температурой. Крокодиловая кровь помогает при болезни глаз. Крокодилы – коварные хищные звери, враждебные всем остальным животным. Дружбу признают только с птичкой, называемая трохолис. У крокодилов в пасте между зубами всегда много остатков мяса. Когда он ложится на солнце, чтобы поспать, то делает это всегда с открытой пастью. Птичка входит в пасть и выклевывает остатки мяса из зубов, что и крокодилу на пользу и птички не вогрет. Вот это, кстати, нильский крокодил был, а вот это миссисипский аллигатор, самый большой крокодил в Северной Америке. Ну, не крокодил, аллигатор. Крокодилы отличаются от аллигаторов, как я уже говорил, тем, что у аллигаторов немножко проще строение, они не могут выводить соль из организма, поэтому живут только в плесной воде. И у них тупая морда, практически квадратная, а у крокодилов заостренная. А это анаконда, самая большая южноамериканская змея и самая большая змея в мире, но это, конечно, не самый крупный экземпляр. Это парагвайский подмет анаконды, более редкий, московский из-за бороться и достался приобрести, что именем, более редкий. Сетчатый питон, питонус третикул. Он так медленно двигается. Сейчас зима, и поэтому рептилеты чувствуют и двигаются совсем медленно. А это тигровый питон, самый крупный из питонов. Светлое животное означает, что оно не только сбросило кожу. А вот этот тигровый бетон в расцвете. Живет тигровый бетон в Индии и в ближайших странах вокруг ее. Мадагаскарский удап считается самой редкой змеей на свете. Он живет в северной части острова Мадагаскар и может достигать длину минимум 4 метров. Очень большая змея. Игуана Носорок живет на острове Гаити и на каких-то ближайших небольших островках. Она относится к циклурам или к кольцехвостым игуанам. А вот обыкновенная игуана относится к настоящим игуанам и живет по всей Южной Америке и всем прилегающим островам. Это крупная ящерица прекрасно могучая подняться на деревья и в основном на них и обитающая живет в кронах деревьев питаясь в основном растительностью. Но правда не блесгует и птичка и величка и человек в этом роде. В случае опасности игуана может прыгнуть со своего дерева в воду и таким образом спастись. Это южноазиатский варан. Обитает он на Суматре Борнео по всей Юго-Восточной Азии в Таиланде и в Камбодже питается он хищник платоядин ловит всяких тараканов и ручков и подобные неблизую с птичками. Камбоджи Камбоджи